Абубакар Нурмагомедов родился 13 ноября 1989 года в Дагестане, в селе Гоксу-Фатар. Мальчику повезло появиться на свет в семье, где о спорте, и в частности о единоборствах, знали не понаслышке. Родной дядя Абубакара, отец Хабиба Абдулманаб Нурмагомедов был знаменитым в Дагестане и всей России тренером по вольной борьбе. В его секцию Абубакар и записался, когда ему было 9 лет. Здесь мальчик занимался до окончания школы, потом поменял специализацию, переключившись на боевое самбо. В этой дисциплине спортсмен завоевал первые серьезные награды и титулы. В детстве и юности неоднократно становился чемпионом Дагестана и России, а вот на чемпионате мира, прошедшем в 2014 году в Москве, не дотянул до первого результата, став обладателем бронзы. Тремя годами ранее, в 2011, Абубакар решил попробовать силы в профессиональном спорте, в октагоне ММА перед глазами молодого спортсмена всегда был успешный пример двоюродного брата Хабиба. Как вспоминал потом в интервью боец, он всегда старался посещать бои родственника, ездил с ним на зарубежные тренировки, сборы и соревнования. Дебют бойца в ММА состоялся в 2011 году в Хасоверте на турнире Pro FC «Битва на Кавказе». Нурмагомедов выступил в полусреднем весе 77 килограммов при росте 182 сантиметра. Соперником новичка стал чеченский спортсмен Ибрагим Джентуханов, который оказался повержен в первом же раунде посредством весьма распространенного приема рычаг локтя. Следующие турниры местного значения парень выиграл без единого поражения. В марте 2013 года боец стал участником чемпионата Санкт-Петербурга по ММА, схватка с титулованным самбистом Юрием Григореном закончилась чистой победой дагестанца на второй минуте. Удача, мастерство и безупречная подготовка не подводили единоборца до встречи с земляком Магомедом Мустафаевым. С 2015 года ставшим бойцом UFC, два уроженца Дагестана сошлись в рамках турнира Sochi Star в российском Сочи. В ходе поединка Абубакар получил сильное рассечение, но продолжал схватку, надеясь нокаутировать противника. Однако в втором раунде врач принял решение остановить бой. Весной 2015 года 24-летний Нурмагомедов подписал контракт со знаменитым американским промоушеном в SoF World Series of Fighting, что стало важной главой его биографии. К этому времени боец демонстрировал отличную статистику, на его счету было 10 профессиональных поединков и всего один поражение. Дебютный бой россиянин провел 1 августа 2015 года в Лас-Вегасе. Соперником Нурмагомедова стал американский атлет Хорхе Марино. Победа кавказца была признана единогласным решением судей. Аналогичный финал ожидал и второй поединок Нурмагомедова с Дэнни Дэвисом, после трех раундов победу присудили россиянину. Среди последующих ярких боев следует отметить встречу в 2016 году с австралийцем Мэтью Фринку, которого дагестанец отправил в технический нокаут на четвертой минуте, а также сражение против титулованного американца Джона Говарда, выступавшего в промоушенах UFC, CES, MMA, Ring of Combat и других. Абубакар победил противника единогласным решением судей. 5 июля 2018 года в рамках турнира PFL, Professional Fighters League, созданная на основе ВСОВ, в Вашингтоне Нурмагомедов потерпел поражение от представителя Украины Павла Куща. Соперник стартовал как профессионал двумя годами ранее дагестанцы и к моменту боя одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Несмотря на то, что фаворитом поединка единогласно признавали Нурмагомедова, Кущ выиграл бой, применив удушение сзади. Впрочем, уже в следующем поединке в PFL 16 августа россиянин реабилитировался, победив единогласным решением судей шведского спортсмена Джонатана Уэстина. 21 октября 2018 года в Вашингтоне состоялся четвертьфинал турнира PFL-10 в полусреднем весе. В схватке за выход в полуфинал сошлись Абубакар Нурмагомедов и серб Баян Величкович. Бой окончился ничьей, однако преимущество россиянина в первом раунде позволило ему выйти в полуфинал. Впрочем, из-за полученной травмы Нурмагомедов отказался от дальнейшего участия в соревнованиях, предоставив сербу шанс проявить себя в полуфинале. 4 января 2018 года Хабиб в инстаграме сообщил, что двоюродный брат подписал контракт с UFC и дебютирует на UFC Fight Night 125 в Бразилии. Однако скоро стало известно, что дебют дагестанца в промоушене номер один пока откладывается. Спортсмен стартовал в UFC в ноябре 2019 года с неудачной попытки. Его бой против Давида Завады окончился поражением. Россиянин неплохо начал, но его соперник известен тем, что еще в детстве лишился одной почки, удалось применить удушающий прием. Ни болельщики, ни Нурмагомедов никак не ожидали такого исхода. В марте 2021 года состоялся второй бой в рамках UFC, в котором Абубакар сразился против Джареда Гудена. В турнире UFC 260, где в главном сражении вечера сошлись в реванше с Типе Миачич и Франсис Мганну, россиянин победил единогласным решением судей. Намеченный на середину 2021 года бой с Даниэлем Родригесом не состоялся по причине травмы Абубакара. Встреча должна была произойти на турнире UFC в Лас-Вегасе. После новости об отмене боя со стороны Нурмагомедова промоутера начали поиски замены россиянину. Многочисленные поклонники интересуются и личной жизнью боятся, однако информации о жене и детях спортсменов в сети нет. Журналисты пишут, что семья Нурмагомедовых религиозна и благовоспитана, здесь почитаются традиции и уважение к старшим. Абубакар близок с Хабибом, братья вместе совершили хадж. Кроме того, Нурмагомедов-младший был спарринг-партнером и секундантом брата легковеса и сопровождал его на все турниры. Спортсмен активен в соцсетях, его профайл в инстаграме насыщен фото, отображающими повседневную жизнь бойца ММА, надо отметить, что имя Абубакара частенько попадает на страницы газет и вне привязки к единоборствам. К примеру, в августе 2018 года в соцсетях разгорелся скандал из-за видео, в котором боец ПФЛ заставлял бомжа отжиматься за деньги. Также Нурмагомедов-младший был в числе активных участников небезызвестной драки с командой Конора Макгрегора, состоявшейся сразу после боя с Хабибом.